Юго! Всем привет! С вами Юнот, и мы продолжаем... Эм... Эм... Пиларс оф Атернити. Кто-то, возможно, скажет, игра нудноватая или ещё что-то. Ну, чё поделать, она такая. Это РПГ, тут надо проникнуться игрой. Слушать мой... Голос. Канда, я вас слышу об огромном храме Вайдики, расположенном на большом острове у канала Карпат на юго-западе от Никитаки. Нет. И только слушая мой голос, вы сможете познать истину. Пища для размышлений, чё это там? Угу. 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 Ладно, а это чё такое? Узнать о Пококахаре в Тикаваре. Первая экспедиция собиралась... Нет, рано. Фонарик Хауна, помочь Зодии, нет? Пища для размышлений. Я договорился о сделке. На некоторое время обеспечить тропару в глотке. Сообщить Эною о сделке. Кто такой Эною? Эноя попросила меня найти. Возможно, смогу получить помощь у принца... Кто такой Эноя? Эноя старейшина глотки попросила меня помочь... Разрешить проблему нехваткиды. Старейшина глотки... То, что в глотку идти, это ладно. А кто такой Эною? Потому что я многих-то вырезал, многих покоцал. Нам ещё нужно спуститься в древний город, зайти, раз мы всё равно туда прёмся. Или старый город, как он там называется? А, так, вот о чём это я. Всё время сбиваюсь. Думаю одно, потом вспоминаю другое. Кто-то считает, что игра нудная. Кто-то считает, что она скучная. И вполне все они правы, потому что это RPG с чтивом. Тут нет экшена, тут есть чтиво и переживания. Если вы хотите, переживайте. Если не хотите, не переживайте. Всё просто. И смотрим загрузку. И слушаем мой голос. Мой сладкий голос будет напевать вам, что вам делать. Сейчас вы полностью подчиняйтесь моему голосу. Закройте глаза и расслабьтесь. Представьте-ка, вы бежите по бесконечному осеннему или летнему лугу, какой вам больше нравится. Лучи солнца греют ваше тело. Лёгкий ветерок обдувает его, чтобы вы не зажарились. Побежите, бежите. А потом останавливайтесь. Открывайте глаза. И кликайте на лайк. Спасибо. Так, а кто такой стражник Ники-Даки? Мониказа привлечет наш чужеземец, что скажет госпожа Бердато. А, что скажете госпожа Бердато? Стражнику она беспристрастно смотрит на Эцали. Я признаю, смерть Отелла Валере дело моих рук. Она выпрямляется и смотрит воину прямо в глаза. Тогда вы вряд ли увидите поверхность ещё раз. Она кивает другим воинам рядом с ней, и те приближаются к Эцали. Мама! Увидите её. Что? Походу всё пошло не так, как надо было. Можно было с ними договориться, и не пришло ли бы никого вырезать. Ну ладно. Зато больше нет враждующих семей. А как по-другому решить спор? Они разбираются, но мы вырезаем. Я считаю, вполне справедливо. Да. Да, тащи туда. Тащи туда свой зад. И всё равно, прежде чем уйти с этого острова, я постараюсь выполнить все доступные квесты. Даже сложные. Даже если мне будет... Не, оно, блин, сложные не имеет смысла. Я пойду туда, и меня просто изобьют. Просто убьют. Просто изнасилуют. А оно мне надо? Нет. Это никому не нужно. Ну, возможно, только есть разные из Вращенского, которым это понравится. Но я не из них. Тесницы. Э, ну, а вот он. Ну, пошли туда. Старик морщится, пытаясь изобразить улыбку. Ужас какой-то страшный. Он наклоняет голову в вашу сторону, показывая, что знает о вашем присутствии. Утренние звезды поделятся едой, а королева выделит все возможное... ...все возможное для глотки. Глаза старика поблескивает. Это рассказа... Мне рассказали о миссионерах, раздающих еду в глотки. Хотя я не мог поначалу поверить в такое. Я не мог даже надеяться на подобное, чтобы королева стала так щедра к нам. Даже сейчас мне кажется, что я сплю. Я никогда не смогу в должной мере отблагодарить тебя, Хранитель. Блин, на телефон всем наплевать, ладно. Я никогда не смогу в должной мере отблагодарить тебя, Хранитель. Эээ... Которому прислушиваются и боги, и прочие разумные существа. Рапару вечно будет помнить о твоей доброте. Если тебе потребуется укрытие в Никитаке, знай, что Рапару всегда тебя пьет. Береги себя, старик. Пускай ветер, а мины всегда... Амиры будут всегда тебя. Для тебя попутный мальчик. Мы не забудем того, что ты для нас сделал. А ворвать по-прежнему не даешь, да? А вон то можно обворвать. Ха-ха-ха, старикашка глупый. Ладно, так, кстати, мы закончили. Узнаете обоих от Тикефари? Нет. Исследуйте, нет мечи на картах острова? Нет. Фонарь к Хауа, поможете? Нет. Зов керната. Встретиться с таинственным персоналом... Так, некая важная персона хочет со мной встретиться. Меня пригласили на встречу в Теснинах. Гонец передал мне, что некто важный хочет со мной встретиться. Мне было велено отправиться в Теснины, там повернуть направо, потом снова направо, а на повороте пойти налево, высматривая признаки употребляющего Сфефа. Если кто-то встанет мне на пути, то я смогу сказать, что меня прислал Де Дарио. Ха, в общем, право-право-лево. Ну, пойдемте пошаримся по этим лабиринтам. Конечно, это глупо, но что поделать? Вот, Теснины. Я помню про город, мы в него запремся. Просто сейчас, если ничего не останется, я просто хочу получить еще квесты, которые могу выполнить на этом чертовом острове. В Теснины. Направо, направо, налево. Появляется отряд стражников, скрестив руки на груди, они привеждают вам путь. Один из них выплевывает вам поднеки вязки из густок темного цвета. Во рту он перекатывает темный комок. Возвращайся по-добру, поздорово, дружище. Дальше вход только по приглашению. Дерево отправил за мной гонца. Стражники кивают и пропускают вас, смачно пережевывая свет. Уроды. Проход упирается во внутреннюю дверь, изготовленную из отполированного красного дерева. Через небольшую щель мелькает отблески теней от костра и ярких тканей. Темный поток воздуха доносится до вас ароматом сандалового дерева и коричневого масла. То, что скрыто за дверью, явно выбивается из обычной обстановки глотки. Войди в убежище. Не знаю, кто ты, но раз ты меня взывал, давай обсудим. Возможно, он хочет нам что-то сказать. Или продать свеку, или предложить продавать свеку, или еще что-нибудь. Главное, чтобы он не был связан с нейропарой, у которых мы убили. То есть нейропару этими, как его. Чопики и коразуторы пираты. Не заставляю вас ожидать. Ой, ты что, начинается. Весите мне. Ну-ка, что у тебя есть? Я только вскрыл. Вообще, они не против, что я их вскрываю, да? Блин, его можно вырезать за это. Фак. Ладно. Надо найти, где можно отдохнуть. Худой длина руки мужчина. В одной руке держит носовой платок, а в другой иголку с ниткой. Завидев вас, он откладывает рукоделие. Вы видите по краю платка искусную золотую вышивку. С тем же узором, что на его великолепной куртке. Так же вы замечаете странный бугор на его ноге, тянущийся от лодыжки до бедра. Это плохо два, да? Я вился, не запылился. Я догадывался, что мы еще встретимся. Я не думал, что ты придешь за собой хаос. Прости меня за некоторую секретность, но я предпочитаю остаться среди домашнего уюта. Когда он наклоняется вперед, вы слышите скрип кожи и металла. Над верхом его обуви виден обруч. Обруч Ортеза, механизма, помогающего ему ходить. Мне кажется, кто-то сидит сытым и довольным у себя дома, пока жители вокруг голодают. Может, он и похож на принца, но пахнет от... Но пахнет от него пиратом. Лучше быть принцем здесь, чем рабом там. Он издевательски наклоняет голову. После этого он снова обращается к вам. И чтобы вокруг меня были охранники. Ты ведь немало страха нагнал на гнилой ряд. Он пригору улыбается. Но если бы я знал, что среди нас есть Хранитель, то послал бы приглашение куда раньше. Ты лучше быстрее расскажи мне, в чем дело. Он сотрясается от смеха, лязгой и ортезом. Я думал, мы можем стать замечательными друзьями. Пардон. А друзей в Никитаке слишком много не бывает. Дерево улыбается, показывая безупречные зубы. Кера, я один стою пять друзей в минимуме. Мне нужна лишь услуга. Самая мелочь по меркам хранителя. Вернуть корнет дерево в Тиккишакет. Во владении Уанна по имени Токкана находится артефакт, называемый Корнетом Вол. Я бы хотел, чтобы ты освободил его по моей просьбе. Он изображает руками летящую птицу. Обезволенцы. Я слушаю. Токкана тщеславен. У него много друзей. Слабости. Как твой дар? Как твой дар, Кань? Как твой дар, Тик? Конечно, покажет. Его вилла стоит на восточной стороне Змейного Венца. Чуть ниже дворца. Он медлит. Сложив пальцы домиком. Приспособленка, которую я нанял... А, приспособленка, которую я нанял сначала, оказалась слишком дерзкой. Ее выгнали из квартала. Я надеюсь... А, что это такое? Дипломатия, да? Я надеюсь, в твоей утонченной манере уникальный талант позволяет избежать таких сложностей и убить Токкану. В конце концов, лучше не раздражать по пусту наших дорогих матуру. Когда добудешь корнет, принеси его мне. Я хорошо тебе за него заплачу. Да, и расположение в этой части города решает массу проблем. Что такое корнет-волк? Это старый артефакт Уана. Своего рода музыкальный инструмент. Одной рукой он играет с тонкой вышивкой на руке. Давным-давно у этого инструмента была пара... Корнет-гублин. А, Корнет-гублин. Глубин. Но он оказался утерян вместе со старым городом. Оба, по слухам, содержат в себе голос самой Ондры. Зачем еще что-то искать? Я говорю языком в гате. И теперь ты хочешь побездельничать за мой счет? Он с усмешкой рассматривает Тикеху. Потом он снова обращается к вам. Я не стар... Я не стараю... Не страдаю подобным суевериями, конечно. Он морщит лоб, но... Что мне нужно сделать? Я рассказал тебе про корнет все, что нужно знать. Полагаю тебе, лучше нацелить свой острый ум на то, как бы его заполучить. Андрей, что ты требуешь? Как ты ищешь? Ладно. Хорошо! Да мне надо идти в змеиный дворец, да? Так, я добыл музыкальный инструмент в виде раковины, украшусь. Уже? Ладно. Чувак, не поверишь. Что тебе нужно? Это Дертьфорк, кричишь. Будем на это надеяться. Я слышал, что Ткана кто-то обворовал, лишь бы тебя не опередил кто-то. Он осматривает раковину, касаясь толкими пальцами одрианских сил. Судя по глазам, он чрезвычайно доволен. А вот теперь начинается настоящая работа. Тебе нужно отнести это в крипту. Он возвращает вам раковину. Забавно, что никто не говорит наперед, в чем заключается настоящая работа. А Мико, это все же прогулка. Это сразу под гнилым рядом. Оттуда поступают товары сомнительного происхождения. Отправляюся туда на лифте. Только не в том, что в глотке, конечно. Моя помощница Глен Фингу ждать тебя рядом с холлом в старом стиле Уана. Я принес тебе раковину. Нельзя теперь менять условия нашего договора. Он моргает. Не представлял, что забытые сокровища и древние руины настолько лишили тебя спокойствия. Он лукаво улыбается. Среди развалин есть одна мозаика. Он потирает пальцами золотое шитье на одежде. Я слушаю. Место тебе укажет Нади на раковину. Глен Финн объяснит, как ты ее разыщешь. Он наклоняется вперед. Механизм на его ноге скрипит. Говорят, что старый город как-то когда-то был богат не меньше, чем змеиный Венет. Или найдешь там какие-то сокровища, если они твои. Пока возьми это. Считай задатком. Он передаст вам кошелек. Как мне попасть в крипту? В белом ряду есть лифт рядом с лавкой Эрнетсу. Я прослежу, чтобы те, кто охраняет его, не стали тебе мешать. Когда спустишься, пройди по мосту. За градой будет дверь. В одном очень старом месте. Ты поймешь, когда его увидишь. Там тебя будет ждать Глен Финн и Кормет. Несмотря на то, что ты действуешь по моему поручению, выполняй все ее указания. Ладно. Не лорят, так не лорят. Только подлечиться бы мне как-нибудь. Не понимаю, что мне мешает тут костер разбить. Лифт Крипта Один? А, там, походу, текст почему-то не влазит. А я в Крипту разве не ходил? Странно. Мне казалось, я здесь спускался. Нам нужна Крипта и Старь Город. Надеюсь, это одно и то же. Просто мы в каком-нибудь храме вылимся. Возможно, я хотел пойти, но забыл. Это было так давно, столько серий назад. Куда мне здесь надо? Да. Наверное, сюда. Да. Да, конечно, не самый лучший способ совсем закончить. Хотя я здесь проход добыл. Ай, ты, я молодец. Блин, че-то ж... Я болею, ты ж... Наконец-то. Пора с этим закончить. Не бести меня. Пора я с этим закончить. И много с чем пора закончить. Так-с. Опа. Хорош, что не видишь, дикого я фигни страдаю здесь. Здесь темнее, чем в заднице ондры. Эй, не ругайся. Полная свобода действия. Дерео говорит, ты знаешь, что делать. Тебя убить, да? Так, чувак не добежал. Руины старого города. Интересно. Воздух горячий, зацлый. Точное... Точное дыхание пьяницы. Но Лифика стоит спокойно, крестив руки на грудь. Крестив руки на грудь. Ага, плохо. Что вообще Дерео думает, когда прислали таких, как ты? У нас дыхает, пока чё, голову. Слышь, ты сейчас выгребёшь. Дерео что-то не спешит тебя? Не спешил тебя отправить. Ключ при себе? Следи за языком, если хочешь от меня что-то получить. Хватит уже, я хочу побыстрее со всем этим покончить. Она убирает с шеи прятку липких от пота волос. Так, есть ключ у тебя или нет? Она ещё сильнее обхватывает себя руками. У меня есть то, что ты ищешь. Она разглядит раковину, не трогает. Похоже, всё в порядке. Проверит, кроет ли эта дверь. Она кивает на панель посреди стены. Почему ты сама этим не займёшься? Моя работа контролировать. Она отступает на шаг, пытаясь унять очередной приступ дрожи. Чё-то мне это не нравится. Я приближусь за ней и удостоверюсь, что она хорошо себя контролирует. Эдра подмигивает и отступает назад, прежде чем успокаивающе кивнуть с безопасного расстояния. Есть что-нибудь для меня? У меня есть то, что ты ищешь. А, ну ладно. Возле запертой двери статуя женщины. Её лице, которая истёрлась за многие века, умиротворённое выражение. Одна рука лежит у неё на животе, а вторая протянута вперёд ладонью вверх. Вы замечаете, что из ваших вещей слышится нарастающий шёпот. Это корнет волн. Из ракушки раздаётся звук тихого прилива, бьющегося о берег. Положить ракушку в... Когда вы это делаете, из ракушки раздаётся оглушительная музыка морской бури. Она растёт, превращаясь в бессловесную мелодию, напоминающую вам о голосах под покровом моря. Песня достигает крещендо, и в воздухе появляется глубокий гул, который заполняет воздух и пробирает вас насквозь. Музыка затихает, и вы забираете ракушку. И всё? Ты не могла положить? Назад! Может случиться что угодно. Где остальные? Вон, скелетики валяются. Это она? Она раздражённо речит, глядя мимо вас. Что именно ты ищешь? Здесь был древний храм Андры. Деррио горел прямо за дверью. Она оглядывается так, словно пытается понять, что упустило из виду. Могу поискать этот храм. Как я и предполагал, она охмуляется и демонстрирует вам ряд глинных звуков. Мы ищем здоровую штуку с очень особенной мозаикой. Поймёшь, когда увидишь. Она осматривает грязные стены и вновь обхватывает себя руками. Да забурлят от акул воды вокруг тебя, если украдёшь что-то с алтаря нгать. Или повредишь его. Перестань соблюдо разжёвывать. Могу ждать здесь. Скажешь, если что-то найдёшь. Ты просто боишься. Тебе же известно, что она отправили... Отправлять сюда отверженных на съедение кошмарным тварям. Она хмурится. Ага. Попробуй что-нибудь сделать. Из храма можешь забирать всё, что при... При... это... Приглянётся. Главное сообщи, если найдёшь. Кера, надеюсь, хоть кто-то... Кто-то из этого... Что-то из этого музе... А, Кера, надеюсь, хоть что-то из этого достанется музею. Это путь в могилу, если интересует моё мнение. Не интересует. А чё она так боится? Задание же лёгкое. Вы кто? Скульдрак. Так, ты. Сюда. Динус один. Так, собака не атакует. Вперёд! Ты с двух стреляешь или как? Бум! Надеюсь, тот чувак выжил, который сейчас кинули. Это будет обидно. Блин, чё же вы не бьёте? Пык. Плохо дело. Ну, я тут могу отдохнуть. Так, всем погалейте. Погалейте. Погалейте хочешь? Зоди покачивается, и с её губ слетает с тихий стон. Она проводит пальцем по искусственным губам. Как ты? Струйка пота пробегается по её виску и капает с подвороткой. Глаза мутные, смотрит куда-то очень далеко. Хранитель. Она медленно сглатывает, напрягая горло и попытки вернуть себе до речи. Или, возможно, удержать себе съеденное блюдо. Обычный кошмар. Ничего, пройдёт. Она вас передягивает... А, она себя передягивает, стараясь взять себя в руки. Ты бы отвернулась от нашего Гранителя, а то, мало ли, вдруг не удержишься. Эдер покашляет. Извини, я понимаю, что тебе нелегко приходится. Можно и так сказать. Она наклоняет голову и хмурится. Не понимая, смеётся она или нет. Пожешь поговорить об... А, нет. Обняйте её за плечи и притянуйте. Она сворачивает клубочком в ваших объятиях и довольно вздыхает, прежде чем отпустить вас. Хранитель, не надо. Её низкий, хриплый голос срывается, и она быстро отводит взгляд на её зад. Разве только ты тоже видишь эти жуткие трупы? Она шепчет быстро и торопливо, и у вас вся шерсть встаёт дыбом. Вы оглядываетесь по сторонам, но ничего не видите. По крайней мере, ничего необычного. Даже когда смотрите туда же, куда зачарованно уставилась сама Зотти. Я ничего не вижу. Я и сама подумала, что это вряд ли. Но ты ведь видишь то, чего не видят другие. Так что я думала... Надеялась. Могла бы уже запомнить. Надежда — это ложный свет. Я вижу тело, сшитое из кусков освежованной плоди. У него три головы и четыре конечности, на которых... На каждой голове... А, на каждой голове по три слепых глаза, а над ними по три белых рта. Тихеку с интересом вскидывает брови. Чуть-то такое. На боже. Это чудовище размером с целую гору, и оно движется к нам, а солнце черно, словно дикая слива. Она поднимает глаза к небу и дрожит, словно находится на грани судорога. Судорог. Фонарь дребезжит в ее руках. Она вздыхает. Я знаю, что это просто морг. В последнее время стало хуже. Иногда я просыпаюсь, тяфотую, и жутко дрожу, а иногда я... И не сплю вовсе. Я глядываюсь во тьму, широко раскрытыми глазами. Я вижу, как гаснет один фонарь за другим. И каждая душа давно осозрела, и вот-вот начнет гнить в ожидании жертвы. Ммм. Мы снова сумеем разжечь огни, Хель. Нужно только время. Еще не все потеряно. Надеюсь, ты прав, Хранитель. Потому что если нет, она нервно дергает фонарь, в ее глазах отражается его пламя. Нет, это правда. Хун избрал меня. Пока я не пойму, что должна сделать, буду делать то, чтобы обеспечить себе путь к цели, она глядит вам в лицо. Вместе мы разберемся во всем. Разбирая плечи, она переводит взгляд куда-то вдаль. Помолчать. Не люблю, когда со мной нянчатся Хранитель, но... Она утирает пот с шеей, стараясь скрыть Джош. Я веду больше душ, нежели когда-либо прежде. Не знаю, сработает ли это, как раньше, но... Когда меня мучили сны, я использовала Кхау... А исповедовалась Кхану. Кеху щиплет нижнюю губу и улыбается. Я могу провести ритуал в храме Никитаки. Прошу, прошу. Провести духовное чечение в храме Никитаки. Мне нужно избавиться от этой ноши. Понавится всего минута у подножия статуи Кхауна. Ну хорошо, значит, что делать. Что происходит в голове у Эдера? Знает радость, что боги. Сложность ей? Ну, зоди, опускай глаза и вздыхай. Кончик ее нежно-розового языка касается уголка... ...губ, оставляя за собой влажный след. Он хороший парень, добрый, но немного староват. Он тебе нравится, верно? Да, я пыталась это перебороть, но не выходит. Она говорит так быстро и сбивчиво, опустив голову и немного покраснев. Просто он такой добрый и заботливый, любому в этом помочь. И еще сильнее, думаю, он бы понравился моему папе. По-моему, я ему не нравлюсь, хранитель. Может, ты ему нравишься, но он не знает, как это показать. Кому нужен мужчина, не способный озвучивать свои чувства? Сарафин прикрывает глаза и кивает. Ты, наверное, думаешь, что я наивная. Может. Это и так, но я видела разные варианты. И, по-моему, между мужчиной и женой должна быть какая-то страсть. Так, он кивает, и я говорю, ага. Разумно. Она раздвигает губы в широкой улыбке. Спасибо за поддержку, хранитель. Иногда начинаешь так сомневаться в себе, и кажется, что весь мир против тебя. И даже если мы не во всем согласны, я знаю, что ты всегда меня поддержишь. А ты знаешь, что я всегда поддержу тебя на тяжело вздыхать. Правда, моей проблемой это не решит. Как тебе поступить? Ты же поможешь мне, правда? А-а-а. Дай ему немножко времени, ему нужно подумать. Сзади покусывает нижнюю губу и тихо вздыхает. Она мучит себе под нос. Нечто вроде... Угу. Клянусь хамом, я сделаю все, что в моих силах. Честное слово, просто... Словно не в силах справиться с собой, она широко умолубается. Надеюсь, ты прав. О чем ты думаешь? А-а-а. Пока все. Я рад, что мы закончили. Вот и поговорили. Так. О, скоро уровень. Нормально, прот один. Все пойдет куда-нибудь. Кто, где? Че такое? Че значит? А, недомогание. Фига себе. Когда эти трупы так действуют? Необычно. Ха-а. Я чувствую конфликта. Ты лучше прыгай! Ха-а. Ты должен быть Акера, не проблем. Моу! Ах, необычно. Ах, необычно. Ах, необычно. Ах, необычно. Ах. 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 Ты бы лучше лечила бы их. Забивай его. Молодец. О, она их кодсает. Классно. Что такое? Батарея Ауры. Я тоже. Мои ноги были сглоплены, Спарк. Не проблема. Гравюра Героя Прошу. Ну что-то ничего полезного, если честно. Это старый город, куда выкинули тут чувака. А нет, вот старый город. Я в руинах старого города, а старый город вот он. Я туда тоже приду. Вот, чувствую, мы здесь надолго. Держи твои глаза открыты, Середина. Опять идти. М-м-м-м. Фалу Грибы. Я даже не знаю, как их назвать. Приятный, что ты делаешь, ты дубина, неуклюжая. На место меня положи. Меч крутится у вас в руках, пытаясь вырваться. Но лезвие рядом с рукояткой видно... З... На лезвии рядом с рукояткой видно золоченую гравюру Модвир. Еще раз так со мной поговоришь, я тебя перекую на ночной горшок. Знаешь, а мне внезапно стало интересно, каковы на вкус твои пальцы? Рукоять меча становится настолько горячей, что ее сложишь держать. Модвир раздраженно фыркает и шевелится у вас в руке. А теперь, если ты не против, я продолжу ждать своего хозяина, который вот-вот должен вернуться. И тебе не понравится, если он тебе застанет со мной в руке. Довитворение рукопытного аниманта. Нет, это... Известное... Это известный на весь Эори великий волшебник не твое собачье дело. Слышал про такого? Вот нагленно, да? Я жду своего хозяина, неужели непонятно? Стонет Модвир. Странно, как тебе удалось дожить до таких лет при таком отсутствии ума. Неудивительно, что он тебя выбросил. Вот только так со мной говорить и нужно. А, так со мной говорить не нужно. Модрид становится холодной. На лезвии появляется инни. Но рукоять при этом остается удивительно теплой и приятной. Мой хозяин взял... Ой, была... Моя хозяйка была очень хорошая. Нет, она не была... Она и есть хорошая. Так, принято было чувствовать ее... Приятно было чувствовать ее мозоль. Она могла такое делать с мечом. Ты не поверишь. Покажи мне, я быстро учусь. Модрид из-за этого звука будто ее тошнит. Ну, ты, конечно, недалеко ушел от пустоголовых криворучек, но все же можешь мне кое-чем помочь. Я позволю тебе пользоваться мной, но только с одним условием. Ты поможешь мне найти хозяйку, договорились? Она при... Она принимает... А, она приникает в ваши ладони, постепенно нагреваясь. Договорились. Но только до тех пор, как ты найдешь мою хозяйку, ясно? Она... Вы взмахиваете мечом, оценивая его вес. Отличное оружие, хотя и сильно изношенное. Надо бы его отполировать. Вы убираете меч в ножны и идете дальше. Вы получили предмет Модрид. Что за меч это вообще? А, где ты что ли? Капец. Капец. Это что-то хорошее. Могут использовать только хранители. Только для меня. 16. 22. 20. 29. Может использовать... Зависть. Запрещено для хранителя. Сравнить. Нет. Что тебе нужно? Кто там владел? Она с оружием управляет, получше тебя. Если не будешь осторожнее, заеду тебе... А, завидую тебя в гнил... В гнилусом и брошу. Клинок вдруг покрывается измерсием, он хочет что-то возразить, но потом вздыхает. Она была агентом Данрид Роу. На какое-то время. Ее звали Ингфрид. Спасибо. Давай же кого-нибудь убьем. Так я же не могу тебя взять. Нет? Могу? Становить духовную связь моду и толь. После этого предмет сможет использовать только выбранный персонаж. Да. Чтобы открыть следующий уровень, убейте модульного представителя разумных рас. Один. Теперь надо решить что лучше. Кхаун или меч. 20 урон. Пробивание 7. Пробивание 8. Точность. Ага. Время восстановления. Факельный свет. Меткость плюс 4. Урон плюс 30. Точность пробивания дает... Извродливость. Шанс нанести дополнительное горение при попадании. Блин, оба хорошие. Ну давайте пока сделаем так. Я это не знаю кому это дать. Два меча. Нормально. Ну может когда-нибудь мы найдем тебе хозяйку твою. Конечно как меч ты отстой, ну что поделать. Убьем кого-нибудь разумного и все. Такие мечи обычно становятся крутыми. Весь левый ряд мы зашарили и там ничего нету. Ара, червей. На, на. Собаки. Собаки. Что вы такое? О, я вас видел в этом. На. Telltale про... Звездного лорда. Фига себе. Сруби его. Так, это плохо. Их много стало. Так, ты давай. Забивай его. Так, ты хоть сделай что-нибудь, давай. Не успеимчивость, непробиваемость. Что за... Стой, да? По чуть-чуть, но расфигачиваем. Блин, он слишком живучий. Всё. Червячки. Надо это разломать. Всё. Так, тут, я не знаю, тут вроде всё, да? Надо найти какой-то пазлик. Пока даже не знаю, что искать, где искать. Скульдраг. А неужели вот они считаются неразумными существами? Давай, забивай их. Вообще, как делать нечего? Изи. В смысле, усыпила что-ли? Убила даже, офигеть. Стойкость минус пять, класс защиты и разъедающий. Ахой! Необычно. Необычно. Нужно. Надо было вместо меча взять факел, наверное. Но я ещё пока не знаю, что мне лучше, я подумаю. Тот меч, вроде, хороший. А это куда ведёт? Видно старый город. То есть, то старый город, этот видно старый город. Где-то надо найти мне храм. А где никто в душе не знает, да? Сколько уровня? Совсем щит. Стой. Всё, ничего не могу сделать. Ну ладно, пойдите, пошлите посмотрим на старый город. Это мы где шаримся? Руины старого города. Так, руины, и потом дальше старый город. Сейчас выстречу, что за старый город. Пещера поднимается вверх, открывая путь тусклому свету на другом конце тоннеля. Пройти через проход. А чё его рассматривать? Кого-то не надеется, что я что-то там найду. А я не буду ничего искать. На ком мне это надо? Вот тебе это надо? Нет. Мне это надо? Нет. Мы уже серию к концу подводим. А нет. Ищи! Сейчас старый город запрусь и закончу. Конечно интересно. Меч, который разговаривает. Возможно, с ним стоит поговорить или чё-то. Ну, он, по крайней мере, к нам присоединился. Возможно, этого человека вообще не существует. А если найдём, ну ладно, возьмём старое оружие. Хотя дробящее было разнообразие такое было. Офигеть. Тоже большое место. Ладно. Давай, забивай их. Чё-то смеётся. А-а-а-а! Кто смеётся?! А-а-а-а! Это смеётся?! А-а-а-а-а! А-а-а! Замёйся! ты молодец господи взял своих разбил а мечу нравится лет как нам вот так жить и галета не за влияет на что-то на смысле это блюдо вряд ли другое бы влияло ну да ладно пока можно немного потранжирить так то мы маем тоже не 5 для чего это фиговина я я чит конечно лутицкий здесь в этой части как-то тоже не саморадует что вот это такое еще на кошмаров странные вещи происходят сейчас ну-ка ладно давайте там за грим и убежим дай вылазить я хочу поднять уровень хотя надо заканчивать да дико ты превратился бей его Знак кошмара. Знак кошмара. Собака. Не так страшно. Знак кошмара. Знак кошмара. Знак кошмара. Знак кошмар. Внешайли. Знак кошмара. Я обязательно идет достопро. Продолжение следует...